Дисциплина «Коммуникативные навыки сотрудников ОВД для обучающихся образовательной программы. Правоохранительная деятельность». Лектор Кусейна Маршина-Монтаевна, старший преподаватель каждой общеобразовательной дисциплины. Тема первой лекции «Психология и общение. Вербальная и невербальная коммуникация». План лекции. Первый вопрос «Вербальная и невербальная коммуникация». Второй вопрос «Коммуникативные барьеры». Цель лекции – сформировать практические навыки вербальной и невербальной коммуникации, позволяющие самостоятельно анализировать процесс общения. Для того, чтобы рассмотреть, что такое вербальная и невербальная коммуникация, для начала нужно рассмотреть, что такое общение. Общение – это процесс создания и передачи значимых сообщений в неформальной беседе, групповом взаимодействии или публичном выступлении. Общение – это взаимодействие людей с друг с другом с целью передачи знаний, опыта, обмена мнениями. Средства общения. Средства общения – это вербальные и невербальные. Вербальные – это устная речь, письменная речь, невербальные – голос, интонации, позы, жесты, движения, мимика, взгляд. Понятие вербального способа общения. Вербальный способ общения – это способ речевого воздействия, осуществляемый с помощью слов. Для вербального речевого воздействия существенный как выбор языковых средств для выражения мысли, так и самого содержания речи. Ее смысл – проводимая аргументация, расположение элементов текста относительно друг друга. Использование приемов речевого воздействия и другие. Вербальные сигналы – это слова. Средства вербального общения – это письменная и устная речь. Вербальные и невербальные средства общения. Общение, будучи сложным социально-психологическим процессом взаимопонимания между людьми, осуществляется по следующим основным каналам. Речевой – вербальный от ластинского слова, устный, словесный. И неречевой – невербальный. Каналы общения. Речь, как средство общения, одновременно выступает как источник информации и как способ воздействия на собеседника. Структура вербального общения. Значение и смысл слов и фраз. Речевое звуковое явление. И выразительные качества голоса. Исследование показывает, что в ежедневном акте коммуникации человека слова составляют 7%, звуки интонации – 38%, неречевое воздействие, взаимодействие – это 53%. Невербальные средства общения изучают следующие науки. Кинесика, токесика и проксемика. Мимика движения мышц лица, отражающие внутреннее эмоциональное состояние, способна дать истинную информацию о том, что переживает человек. Мимические выражения несут более 70% информации. Что такое кинесика? Кинесика – это совокупность телодвижений, жестов, мимики, применяемых в процессе человеческого взаимодействия. Значит, это кинесика – это жесты, мимика. Токесика – динамические прикосновения в форме рукопожатия, похлопывания, поцелуи. И третья – проксемика – пространственные временные знаковые системы общения. Значит, сюда относятся – это дистанции в речи. Один из этих дистанций в речи – первая – это интимная дистанция речи. Это от 0 до 45 см. Следующая – личностная зона общения. Сюда относятся – это общение между коллегами, друзьями и так далее. Следующая – это общественная зона общения. Это является публичная зона общения. Это когда, например, в большом зале на концерте, либо лектор в лекционном зале – это и есть публичная зона общения. Виды невербальных средств общения связаны с голосом, характеристики которого создают образ человека, способствуют распознанию его состояний, выявлению психической индивидуальности. Характеристики голоса относят к просадическим, экстралингвистическим понятиям. Просадика – это общее название таких ритмико-интонационных сторон речи, как высота, громкость, голосовые тоны, тембр голоса, сила ударения. Просадика – это значит голос, интонация, громкость, тембр – это все является просадикой. Экстралингвистическая система включения в речь пауз, а также различного рода психофизиологических проявлений человека – плача, кашля, смеха, вздоха. Это экстралингвистическая система. Жесты при общении несут много информации в языке жестов, так и речевом есть слова, предложения. Богатейший алфавит жестов можно разделить на 5-4 группы. Первое. Иллюстраторы – это жесты, сообщения, указатели, пиктографы, своеобразные движения руками, соединяющие воображаемые предметы. Регуляторы – это жесты, выражающие отношения, говорящего к чему-либо, к ним относят улыбку, кивок, направление взгляда, целенаправленные движения руками. Адаптеры – это своеобразные заменители слов или фраз в общении. Эмблемы – это специфические привычки человека, связанные с движением рук, подчеркиванием, поддергиванием. Значит, один из форм общения – это и есть диалог. Диалог – это естественная форма общения с собеседником, предполагающая наличие двух равноправных участников общения. Диалог подразумевает желание собеседников слышать и понимать друг друга. На этом, собственно, построен сам принцип общения. Диалог представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. И последнее. Диалог – это первичная, естественная форма языкового общения, классической формы речевого общения. Для диалога характерны разговорная лексика и фразеология, краткость, договоренность, обрывистость, простые и сложные бессоюзные предложения, кратковременное предварительное обдумывание – это характерные черты диалога. Виды техники слушания партнера по общению. В процессе речевого воздействия происходит передача информации от одного партнера к другому, которая может быть выражена в такой схеме. Передача информации. Говорящий кодирует информацию в словах. Слушающий раскодирует слова, извлекает информацию, понимание информации. Реакция слушателя. Приемы слушания бывают следующие. Глуховое молчание. Видимое отсутствие реакции. Поддакивание. Ага, угу, да, да. Ну, кивание подбородков. Эхо-реакция. Повторение последнего слова собеседника. Зеркало повторения последнего фразы собеседника с изменением порядка слов. Парафраз. Передача содержания высказывания партнера другими словами. Уточняющие вопросы, что вы имели в виду. Оценки, советы, эмоции, ухах, здорово, смех, скромная мина. Обычно в слушании проявляются три такта общения. Это поддержка, уяснение и комментирование. Виды слушания можно выделить следующие виды слушания. Пассивное слушание, активное слушание, эмпатическое слушание. Значит, что такое активное слушание? Активное слушание, когда вы слушаете и задаете, уточняете некоторыми вопросами. Это является активным слушанием. Пассивное слушание, это когда вы просто слушаете, не перебиваете. И эмпатическое слушание – вы проявляете элементы сопереживания. Что касается первого вопроса, мы закончили. Следующий вопрос, второй вопрос – это коммуникативные барьеры. Коммуникативный барьер – абсолютные или относительные препятствия эффективному общению. Субъективно переживаемые или реально препятствующие к ситуации общения, причинами которого являются мотивационно-операциональные, индивидуально-психологические, социально-психологические особенности обучающихся. Факторами коммуникативных барьеров являются различия культурно обусловленных форм общения при взаимодействии представителей разных культур, наций. Большая разница в возрасте, когда каждый собеседник является насильником культуры, ценностей, идеалов, норм своего поколения. Отсутствие обратной связи в контакте. Ошибки в понимании смысла. Неприятие во внимании подтекста. Барьеры общения. Что относится? Избегание. Непонимание. Отсутствие авторитета. Социокультурное различие. Избегание – это физический уровень, психический уровень, когда вы просто избегаете и не хотите общаться. Непонимание. Фонетический, семантический, стилистический, логический. Отсутствие авторитета. Надежность, компетентность, объективность, искренность, полномочия. Социокультурное различие. Социокультура. Социальный слой. Национальность. Коммуникативные барьеры бывают языковые и неязыковые, неязыковые, психологические, социальные, этические, политические, религиозные, языковые, фонетические, семантические, грамматические, стилистические, логические. Существует большое количество различных барьеров в коммуникации, которые можно классифицировать по разным признакам. В социальной психологии используется классификация в природе непонимания, позволяющая разделить все барьеры на несколько групп. Рассмотрим каждую группу подробнее. Первое – это парьеры непонимания. Это помехи и ошибки, возникающие непосредственно в процессе коммуникации. В эту группу входят следующие барьеры. Семантические. Семантика – это наука в смысловых единицах языка, проще говоря, о значении слов речевых оборотов. Соответственно, данный тип барьеров возникает, когда одна из сторон неправильно понимает значения, используемых в общении слов или словосочетания. Невербальные. Значительная часть информации мы передаем за счет невербального общения. В некоторых случаях невербальные сигналы могут противоречить вербальным символам, сильно усложняя для собеседника понимание сказанного. Фонетические. Это препятствия, возникающие из-за речевых особенностей, дефекта речи, общения во время еды, спешая речь и прочее. Стилистические. Стили речи существенно влияют на восприятие. Также может приводить к неправильному или неточному пониманию сказанного. В частности, важно, чтобы стиль соответствовал ожиданиям аудитории. Например, из-за неправильной подачи информации о предстоящем концерте, количество посетителей может уменьшиться. Логически. Это барьеры, возникающие из-за чего? Из-за того, что участники коммуникации пришли к разным логическим умозаключениям. Второй. Это личностный барьер. Это препятствия, связанные с личностными особенностями собеседников или нюансами их взаимодействий, взаимоотношений. В эту группу входят следующие барьеры. Индивидуальные. Это различные особенности характера и темперамента. К примеру, тревожному меланхолику сложно общаться с импульсивным холериком. Интроверту тяжело понять, экстраверта, а эгоисту – альтруиста. Идеологические. Разница в мировоззрении, ценностях, стереотипах и прочих установках также может создавать серьезные препятствия во время взаимопониманий. Барьеры привязанности. Предвзятые отношения к собеседнику сильно усложняют общение с ним, поскольку мешают объективно воспринимать его слова, решения и действия. Возрастные. Люди, принадлежащие к разным поколениям, многие вещи воспринимают по-разному, и это часто приводит к ошибкам во взаимопонимании. Значительную роль играет классическая проблема отцов и детей, заключающая в том, что каждое поколение считает себя более умным, лучше воспитанным, образованным. Барьеры ожидания и непонимания. Этот коммуникативный барьер может сформироваться даже в том случае, если человек заведемо готовится к тому, что собеседник поймет его неправильно. Третья группа – это культурные барьеры. Это препятствия во взаимопонимании, возникающие из-за культурных различий. Собеседники могут не знать обычаев друг друга, иметь разные ценности по-разному, воспринимать невербальные сигналы. В некоторых культурах к его головой означает «нет». Да, но в группу входят следующие барьеры – национальные. Это сложности взаимопонимания, возникающие из-за различных национальных особенностей, а также из-за предвзятого отношения к представителям других наций. Сюда относятся религиозные. В каждой религии есть свои обычаи, правила и запреты, о которых могут не знать люди другого вероисповедания. Несмотря на то, как это очень деликатная тема, многие шутки в фильмах, сериалах построены вокруг неловких ситуаций, возникающих из-за религиозных барьеров. Этически. Социальные барьеры. Основной причиной этого типа препятствий являются несовпадения в социальных ценностях и установках. В эту группу входят следующие барьеры. Когнитивные. У всех людей по-разному развита память, абстрактное мышление, навыки восприятия и прочие когнитивные способности. Поэтому собеседники всегда намного по-разному воспринимают предметы разговора. Статусные. Различия в статусе заставляют людей по-разному воспринимать друг друга во время разговора. Например, шутка человека, имеющая более высокий статус, второму может показаться угрозой. Профессиональные. Любой профессионал обладает большим объемом знаний в своей сфере деятельности. И для стороннего человека это высказывания могут быть совершенно непонятными. Кроме того, профессиональная деформация часто проявляется в том, что человек переоценивает значимость своей профессии и недооценивает значимость чужих. Следующие. Барьеры знаний. У каждого человека есть определенная профессия в сфере интересов. Это оказывается на его знании, эрудиции и жизненном опыте. Можно сказать, что у каждого есть уникальный набор знаний. И это также приводит к возникновению барьеров коммуникации. Следующий барьер. Это физические барьеры. Это рассматривание высшей барьеры были связаны с психическими особенностями, культурным настроением, прочим факторами, зависящими от индивидуальных особенностей собеседников. Но существуют внешние и физические барьеры, такие как пространственные. Это барьеры связаны с особенностями внешнего пространства, шум окружающей среды, отвлекающие факторы или взаимное расположение обучающихся людей, расстояние, позы и положение в пространстве. Временные. Это различные факторы, связанные со временем. Например, если по каким-то причинам стороны не могут выделить достаточное время для полноценного общения, вынуждены общаться в спешке или в неподходящей для этого общения со сторон время. Технические. Это различные трудности в общении, возникающие по техническим причинам поломка телефона, плохая связь, шумно закапивающая чайник. На этом мы рассмотрели основные группы коммуникативных барьеров. Следующие мы переходим к как преодолеть коммуникативные барьеры. Умение эффективно общаться – один из важных навыков для любого человека, поэтому важно уметь преодолевать коммуникативные барьеры, чтобы быть хорошим собеседником. Основная ответственность всегда лежит на говорящем, поэтому важно развивать ораторские навыки, умение грамотно формулировать мысли, способность избегать конфликтов, и в этом помогут следующие приемы. Сочувствие. Многие люди игнорируют чувства собеседника, сосредотачиваясь на собственных переживаниях. И это зря. Эмпатия – одна из сильнейших навыков общения. Если хорошо понимать, в чем думает и что чувствует собеседник, можно значительно повысить уровень взаимопонимания и сделать коммуникацию более продуктивной. Навязывание ритма. Это эффективный ораторский прием, заключающий в том, чтобы привлекать внимание слушателей и собеседников, играя с тембром, интонацией, громкостью, ритмом, прочими особенностями речи. Данный прием полезен не только в выступлении перед аудиторией, но и в обычном бытовом общении. Следующий юмор. Если обстановка и тема разговора позволяют уместные шутки, иронические замечания могут неплохо развивать коммуникативные барьеры. Отстранение. Неумение сдержать эмоции часто проводит к проблемам в общении, даже если негативная реакция направлена не на собеседника. Людям, которые осознают, что у них есть такая проблема, следует отстраниться, сосредоотачивая внимание на какой-то детали. Это может быть чашка на столе или элементы одежды собеседника. Адекватное ожидание. Важно не переоценивать уровень воспитанности или компетентности собеседника, иначе он может неприятно удивить. Если заранее избавиться от лишних ожиданий, можно избежать разочарований и прочих неприятных эмоций. Сегодня мы рассмотрели следующие вопросы. Невербальная и вербальная коммуникация. И второй вопрос. Коммуникативные барьеры. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова